В Тверской области идет модернизация первичного звена медицинской помощи в рамках нацпроекта здравоохранения. Так, в регионе в этом году планируется установить 27 фельдшерско-акушерских пунктов и 6 врачебных амбулаторий. Быстро возводимые модульные конструкции появятся в ряде населенных пунктов. Там, где их никогда не было, или они просто придут на смену прежним, не слишком удобным для таких целей помещениям. Один из новых ФАПов начали монтировать в деревне Рязаново Калининского района. Когда он примет первых пациентов, выясняла Валерия Фомина. В Калининском районе в этом году по плану установить две амбулатории в деревне Славной и поселке Заволжский и один в фельдшерско-акушерский пункт в деревне Рязаново. ФАП уже начали монтировать. Это быстровозводимая модульная конструкция, изготовленная одним из ржевских предприятий. Общая площадь ФАПа более 100 квадратных метров. Есть помещение для дневного стационара, есть для приема врачей, процедурный кабинет. Планируем, если все хорошо сложится, кабинет стоматолога организовать. На сегодняшний день амбулатория в деревне есть. Есть свой доктор. Врач общей практики Евгений Фортова на посту уже 17 лет. Говорит, что современные комфортные помещения ждут и врачи, которым там предстоит работать, и местные жители. Сейчас амбулатория располагается в здании дома быта на втором этаже. Конечно, там давно не было ремонта. Новое, конечно, будет намного лучше. Ждем красивого, нового, чистого помещения. Больше всего у нас, наверное, приличает индивидуальное отопление, что мы не будем зависеть ни от центральной вот этой котельной. ФАП, как и прежняя амбулатория, будет оказывать медицинскую помощь не только жителям Рязаново, но и других близлежащих населенных пунктов. Среди них крупные деревни Квакшино и село Петровское. Это без малого свыше трех тысяч человек. Из них около половины трудоспособное население. Примерно 600 детей и 800 пациентов старшего возраста, которым добраться до прежнего кабинета врача на втором этаже не так-то и просто. Уже 30 лет здесь живу и вот пользовалась прежней амбулаторией. Для пожилого человека второй этаж непригоден. Одноэтажное прекрасно. Будут новые условия, новое оборудование. Конечно, ждем. Я сама из деревни Квакшино. У нас там нету врача. Он приезжает только раз в неделю. Мы всегда сюда прижим. Медсестра Рязановской амбулатории и по совместительству жительницы Рязаново рада вдвойне. Как пациент и как медработник. Ведь после декрета выйдет на комфортное рабочее место. Конечно, ждем. Конечно. Долго ждали ее. Мы надеемся, что в скором времени уже заработает. Конечно, условия будут, я думаю, шикарные. По словам главного врача Калининской ЦРКБ, который прикреплен данный ФАП, откроет новый пункт примерно через пару месяцев. После того, как произведут отделку, обустроят помещение и установят оборудование. Напомним, что модульные ФАПы устанавливаются для медицинского обслуживания жителей в отдаленных населенных пунктах. Все наши фельдшерские пункты и врачебная амбулатория устанавливаются в рамках модернизации первичного звена здравоохранения. Подобные модульные амбулатории ФАПы в регионе уже есть, зарекомендовали себя с лучшей стороны. Они просторные, позволяют организовать несколько помещений. Так, в 2022 году в Тверской области было установлено 22 новых ФАПа и 7 врачебных амбулаторий. В настоящее время все они открыты и принимают пациентов.